Ну вот, теперь у нас имеется закрытая дверь. То есть, если бы мы сейчас заходили через эту дверь, мы бы через сколько минут оказались в парке? Ну, я думаю, 15-20 минут, тем более здесь широкая, прямая, асфальтированная дорога, немножко даже под уклон. То есть, можно там... А теперь нам придется сколько? Ну, километра два, чего-то так, увиливая немножечко от машины, потому что здесь все-таки немножко другой скоростной режим. Они здесь всегда ездят медленно. Жители микрорайона-строителей Дмитровского городского округа, который находится на границе с нашим муниципалитетом, вот уже два месяца пытаются добиться справедливости. Они пишут письма в различные инстанции с просьбой вновь открыть короткий путь к парку героев. Началась пандемия. И жители поселка, который находится на другой стороне, дач, они, воспользуясь пандемией, поставили там железные ворота и пункт пропускной. С человеком, который пропускает только жителей этого поселка. Соответственно, мы начали возмущаться, потому что они возьмут... Те пути, которые активны, которые нам предлагают, они невозможны для передвижения, которые не могут сами передвигаться, для колясок, для машин. Они находятся очень далеко. Один из них находится только в двух километрах от нашего поселка. Доступ, вот как раз переход через Дмитровку, был прямо вот рядом. Можно даже машины там не запускать, грубо говоря. А проход, конечно, нужно открыть. Парк героев расположен на противоположной стороне Дмитровского шоссе, рядом с легендарным поселком Трудовая Северная в городском округе Мытищи. До сих пор дмитровчане не видели причин, по которым не могли бы наведываться для прогулок к соседям. Мы же не будем здесь пикеты строить, потому что все это садоводство ходит в наши магазины. Магнит, пятерочка, все, у них там нет этих магазинов. Мы же не будем их сюда не пускать. Парки Подмосковья вновь были открыты для посетителей еще 29 мая на первом этапе снятия ограничений. Однако в данном случае распоряжением губернатора пренебрегли, считают дмитровчане. Из-за ворот, которые жители Трудовой Северной установили на въезде в свой населенный пункт, попасть на берег Икшинского водохранилища большинство из них не могут. Не каждый решится на опасную многочасовую прогулку. Просьба большая, чтобы открыли ворота, чтобы доступ людям был и взрослым, и детям, и инвалидам. Что ж, проверим, действительно ли путь в обход Трудовой Северной настолько сложный, как говорят дмитровчане. Сначала идем по тротуару вдоль шоссе почти километр, потом по обочине, но самое интересное начинается, когда заканчивается асфальтовое покрытие. Теперь приходится в прямом смысле слова пробираться по неизведанным тропам. Затем еще минут 15 вдоль железной дороги, через переезд, и мы почти на месте. Добрались за час, хотя могли бы сэкономить время и силы. Далеко, слишком далеко, слишком далеко. Ну да. Самые стойкие у нас осталось, да, 10 человек. Да, да. А остальные не смогли пойти. Где инвалиды, где с детьми, кто пойдет в такую дальность. Тем временем у жителей Трудовой Северной своя правда. Председатель правления поселка Николай Чуйков объясняет, отношения с дмитровчанами охладели, когда там, в микрорайоне строителей, появились многоэтажные новостройки. С новыми соседями диалог не сложился, и мытищенцам пришлось закрыть свой населенный пункт в целях безопасности. Это парк героев. Священное место буквально для каждого жителя поселка Трудовая Северная. Здесь они установили памятники своим предкам, воевавшим в Великую Отечественную войну. Это место полюбили и дмитровчане. По словам мытищенцев, они не только прогуливались, но и жарили шашлыки, купались и, чего греха таить, выпивали. Затем разгоряченные алкоголем толпы устремлялись к жилым домам. Николай Чуйков делится свежими фотографиями, на которых, по его словам, гости с той стороны Дмитровского шоссе. Пришли сначала, они здесь пытались голосовать за то, чтобы их проскали. Потом они добросовестно напились и лежали там, да, вот, под заборами. К такому поведению здесь не привыкли, говорит он. В Трудовой Северной также живут дети, женщины, люди с ограниченными возможностями и ветераны Великой Отечественной войны. Парк героев по-прежнему открыт для посещений. Это общественная зона отдыха, напоминает председатель правления поселка. Однако на территорию населенного пункта его жители вправе не пускать чужаков, считает он. Наш поселок, вот, он создавался по постановлению правительства. 21 июня 45-го года было подписано 1466 постановление, тогда правительство называлось Совет народных комиссаров. Вот этот документ его подписал лично Сталин и, значит, секретарь Чедаев. А в выделении здесь земель. Нам было выделено 53, там, с лишним гектара земли. Николая Чуйкова поддерживают жители Трудовой Северной. Весь подъезд, стоят везде кодовые замки. Давайте обнутри мать сломать кодовый замок. Мне нравится вид из окна этого подъезда. Мне нравится посидеть там на лестнице. На крыше. На крыше, да. Местность по-возреводению. Понимаете, ну это закрыто. Вы возьмите, так мы живем, меняется жизнь. Мы живем в другое время. Не то, что хуже или лучше, они просто другие. Вы сами прекрасно понимаете. Мы закрыли не потому, что нам это не нравится, мы закрыли свои дороги. Мы имеем на это право. Мы платим за эти дороги, за ремонт. Сами себе платим. То есть нанимаем сторонние организации, которые привозят сюда какой-то материал, наши рабочие делают ремонт. У нас ничего на балансе в муниципальных образованиях нет. Все улицы наши. Они только для подъезда, для дачи владельцев к своим участкам. Словам жителей Трудовой Северной вторит официальное письмо, присланное Дмитровчанам в ответ на запрос в администрацию городского округа Мытищи. Дорога по улице Железнодорожной в поселке Трудовая Северная не является автодорогой местного значения и в реестре муниципального имущества не значится. Обслуживание дороги осуществляется за счет средств Московской общественной организации Трудовая Северная. Для доступа на территории парка и к береговой полосе имеется альтернативный путь прохода и проезда через улицы Лесная и Центральная. Исполняющий обязанности начальника управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Барабаш. Уступать Дмитровчанам жители Трудовой Северной не намерены. Те, в свою очередь, решили идти до конца. Пишут письма в надзорные ведомства с просьбой вновь сделать Мытищинский поселок доступным для них. Нечто подобное уже было описано классиком в повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Остается надеяться, что в жизни концовка будет иной. Надежда Звягинцева, Юлия Федориненко, Олег Степанов, Денис Петров, Первый Мытищинский.